Добрый день, уважаемые телезрители! Эта неделя в Ульяновской области посвящена национальному проекту «Экология». И, пользуясь этим информационным поводом, мы подведем некоторые итоги того, как наш проект шагает по территории региона. По этому случаю у нас сегодня в студии директор департамента природопользования и экологии Ульяновской области Роман Кирпичников. Здравствуйте, Роман Евгеньевич! Здравствуйте! Ну, собственно, давайте по обозначенному поводу. Нацпроект «Экология» на сегодняшний момент, чем мы можем гордиться в Ульяновской области? У нас Ульяновская область принимает в таких федеральных проектах нацпроект «Экология», как сохранение лесов, оздоровление Волги, чистая страна и сохранение водных уникальных объектов. Значит, министерство по федеральному проекту оздоровления Волги шляет контроль по ликвидации нефтезагрязнения на Ульяновской рощи. В настоящий момент подряд на организации проведены подготовительные работы. Разработан проект ликвидации, который утвержден в федеральной структуре, то есть в Роспроектной отзоре. Кроме того, сделаны подъездные пути, по которым в стоящее время начался вывозиться загрязненный грунт нефтепродуктов. То есть общий объем там вставляет где-то порядка 23 тысяч тонн. В настоящий момент вывезено порядка 4 тысяч, и подрядчик ускоряет работу, потому что сроки начинают его поджимать, и вывозит порядка 200 тонн ежедневно. До осени надо завершить, да? Да, то есть в дальнейшем планируется завоз чистого грунта на замену загрязненного. Соответственно, затем выкладка пруда, выкладка дна на ручьях, и также восстановление древесно-кустарниковой растительности. То есть вот это все в планах на этот год. Загрязненный грунт тоже каким-то образом будет утилизироваться? Да, естественно, подрядная организация заключена договор с организацией, которая имеет лицензию на данный вид работы. Она его направляет на площадку, где данная организация будет проводить очищение, и уже в дальнейшем его передача на полигон для захоронения. Отлично. Это чистая Волга, да? Оздоровление Волги. Оздоровление Волги. Также у нас чистая страна, значит, мы вошли в этот проект с нашим полигоном ТБО, Красноярским, так называемым, который у нас находится на территории Заволжского района, города Ульяновска. По данному проекту в настоящий момент подрядчик провел дополнительные изыскательные работы, разрабатывает также проект по ликвидации для согласования. В параллели, значит, начал работы по привозу грунта. Сейчас у нас также проводятся работы по установке гибионов и опорных стен, которые при накладке глинистого пескового купола и проведении работ по отводу газов, то есть он уже будет ликвидирован. Также мы участвуем в сохранении водных уникальных объектов. Хотим, как сказать, резюмировать, скажем так, у нас в прошлом году завершилась работа по расчистке Романского залива, часть его точнее. В настоящий момент планируется работа по продлению этих работ, где расположена СНТ-авиостроитель. Работа связана с тем, что будут вывозиться донные отложения, кустарниковая растительность вдоль берегов и также на дне. Вглубь залива продвигаемся? Да, вглубь залива, да, очищаем. Также хочу сказать, что у нас есть своя программа по охране окружающей среды, в рамках которой мы в прошлом году почистили три пруда в городе Димитрова, то есть это два пруда в рыбопарке и на улице Масленниково. Там также была проведена новоколюбительная работа и расчистка древесных и кустарниковой растительности по берегам. И также зарыбрание произошло. Кроме того, в Больших Ключичках проведена работа. Там инициатором был отец Михаил. То есть есть такое предложение, данный пруд назвать в его честь Михайловским. В настоящее время мы проводим разработку проектов на реке Сельдь, нахождение поселка Сельдь. В прошлом году произведена изыскательная работа, которая подтвердила, что данный проект необходим для того, чтобы в паводковой период не было затопления домов, чтобы не страдали граждане. После разработки проекта, соответственно, будем выходить на уже сами работы по расчистке. Отчистка русла. Да, для того, чтобы науглубился. Также хочу сказать, что мы работаем также и в направлении озер и прудов, которые находятся на территории муниципальных образований. Хочу отметить то, что в прошлом году вступили изменения в седьмой федеральный закон. И все, как называется, зеленые деньги, то есть это платы за негативное воздействие, это ущербы, они поступают на специальные счета, которые находятся в муниципалитетах. И муниципальные образования по определенным АКВДам имеют право проводить мероприятия, направленные на экологию. Это как расчистка водных объектов, которые не внесены в реестр водных объектов, но находятся на территории муниципального образования. Это ликвидация индиционерных свалок, которые не вошли в национальный проект. И также проведение каких-либо работ, связанных с проектированием. Большой подспорь им муниципалитетам. Да, это очень большое, потому что, как правило, если мы берем практику прошлых лет, есть ряд судебных решений, которые обязывают муниципальное образование проводить ликвидацию накопленного вреда, либо же ликвидацию какой-то либо институтной свалки. И проблема была для муниципалитета, это отсутствие денежных средств на данные работы. В связи с тем, что введены эти изменения в законодательство, муниципальное образование вправе планировать данные денежные средства на разработку проектов и дальнейшей ликвидации. Понятно. Завершился лесовосстановительный сезон. Подведем итоги того, сколько деревьев высажено на территорию области этой весной. Это у нас ежегодное мероприятие. Она делается в рамках официального проекта «Сохранение лесов», также национального проекта «Экология». Данная работа подведена на территории арендаторов и подвесных наших учреждений. Общее количество территорий, которые мы засели в этом году в весенний период, хочу подчеркнуть, потому что есть еще в весенний период, это полторы тысячи гектаров. Из них 250 гектаров были посажены в закрытой корневой системе. Данная работа продолжается на постоянной основе. У нас есть 21 действующий лесной питомник на территории 110 гектаров, где у нас подготавливаются сеянцы, подготавливаются посадочные материалы в виде семян. И это сажается для того, чтобы, во-первых, восстановить, во-вторых, есть у нас определенный норматив, это пушистость лесов, и в настоящее время она составляет 6 тысяч на гектар, что соответствует и этим ГОСТам, и нашим утвержденным приказам. А общие цифры еще раз повторите, пожалуйста. Повторые тысячи гектар. То есть посажено всего восстановлено, где у нас либо погибли, либо были вырублены леса. Это, опять же, я подчеркну это общими усилиями арендаторов лесных участков и наших, соответственно, министерств и наших подконтрольных организаций. Ну, для того, чтобы мы поняли масштабы этой цифры, сажаем мы лесов больше, чем потом приходится пускать в деловую древесину, скажем так? Да, конечно же. Потому что, как мы знаем, то, что рубки, они есть несколько видов. Кроме как рубки деловой древесины, также есть у нас и санитарные рубки, где деревья перерастают и погибают. Соответственно, проходится прочищать лесной массив, для того, чтобы посадить там новые молодые деревья, которые в дальнейшем будут расти и, возможно, их пускать в оборот для получения денежных средств и, соответственно, поступления денежных средств в бюджет. То есть в этом плане заглядываем далеко вперед? Конечно же. Если с посадками леса завершено, то вот пожароопасный период, наверное, еще и пик это не достиг. Ну, все зависит от природы, да? Да, здесь есть такой нюанс, да, мы зависим от погодных условий, но, как правило, то есть если мы берем практику прошлых лет и настоящего, у нас пожароопасный период, он все равно вступает ежегодно. Вопрос только в том, то, что какого уровня. То есть, вот, соответственно, в настоящий момент на сегодняшний день у нас объявлен четвертый класс пожарной опасности, но в восьми муниципальных образованиях у нас особый, там, противопожарный режим, это Николаевский, Корсунский, Павловский, Радический, Старомайинский, Инзинский, Сенгилейский, Барышевский районы, там запрет... Еще суши. Да, то есть там вообще идет запрет на посещение лесных массивов для граждан. Там разрешается только участие противопожарных сотрудников для того, чтобы не было возгорания. Ну, за этот год у нас было 29 лесных пожаров на площади 122 гектара. Было задействовано 404 человека, 153 единицы техники. Кроме того, хочу отметить то, что сотрудниками было предвещено также 45 пожаров, которые шли со стороны полей, со стороны населенных пунктов в сторону леса. То есть, данные пожары, если бы не были ликвидированы, то они перешли бы в лес, и лес бы у нас был гораздо, лесных пожаров гораздо больше, чем в настоящий момент. Вот, то есть, хочу также, пользуясь моментом, обратиться к жителям нашего региона. При посещении леса, то есть, где это возможно, во-первых, с собой иметь воду, во-вторых, соответственно, не разводить костер. И хочу отметить то, что патрулирование осуществляет наше лесничество. И в случае обнаружения возгорания, прошу вас сообщить по телефону 46-91-27, либо 112. Как можно быстрее. Конечно же, да, чтобы все потушить, и не было распространения на населенных пунктах. Мы видим примеры других регионов, где горят деревни, горят подсобные хозяйства, гибнут люди. Во-вторых, сбежа нету, соответственно, надо пожаролепидировать на территории леса. Непарный шелкопряд. Несмотря на то, что уже начали с ним бороться, тем не менее, появляется информация, что выявляются все новые и новые очаги распространения. Да, у нас обращения поступают к нам, мы их рассматриваем. Но министерство, хочу подчеркнуть и отметить это для всех слушателей, для всех телезрителей, то, что наше министерство обрабатывает леса от шелкопрядов только на территории лесного фонда. Процедура выглядит так, что сначала у нас идет обследование, то есть в настоящее время сейчас идет обследование Чудоклинского, Меликенского района, Радичевского, Новомалеклинского, для того, чтобы в дальнейшем выявить очаг, выявить площадь и каким веществом их ликвидировать. В этом году у нас эта работа уже проводилась, но проводилась только на Новомклинском и Меликенском территориях, в лесах. Но мы понимаем то, что шелкопряд переходит, либо уже находится на территории населенных пунктов, на территории дачных, по спори. И данная полномочия уже относится к Роспотребнадзору. И также к полномочиям муниципального образования, потому что они обязаны за этим следить. И здесь я предлагаю обращаться в Роспотребнадзор для принятия мер на территории населенных пунктов. Потому что, естественно, они больше вред наносят тем культурам, овощным, фруктовым, которые у нас находятся на дачах, в садовых участках. А по лесному фонду, там, где обработали, уже результат виден? Да, результат виден, да. То есть, подобная схема будет действовать уже и в других лесничествах? Да, естественно. То есть, где у нас настоящие парани проявились? То есть, их не было в прошлом году, но в этом году проявились. Соответственно, в этом году определяются откладки, определяются площади. И уже в 2024-м проводятся работы по уничтожению, перед влуплением, скажем так, появлением самих гусениц. Май, как правило, это время для больших субботников. Министерство природы что бы выделило? Где вы навели порядок? Какую масштабную акцию провели? Да, я с вами согласен, что май – это месяц субботников. Мы в рамках, во-первых, Дни Волги, мы провели субботник 20 мая на берегу реки Волги. Береговая зона очищена. Да. Данное мероприятие проводилось ниже ОПТ Виновской рощи. И также на всех муниципальных образованиях, на территории которых протекает река Волга. В рамках, где проходило министерство своей работы, там также принимали и другие организации. УФСИН принимало участие, РЖД, РУСАГРО, также представители всех наших партий. В результате было там более 100 человек. Берег был очищен от мусора. Собрано было 125 мешков. Кроме того, в параллель министерством и сотрудниками ЕУГВ в Севолианской области проводился субботник у нас Виновской рощи. Там проблематика была в том, что был выявлен очаг, скажем так, скопления социальной свалки в Овраге. В результате данной работы, большой работы, скажу так, хочу сказать всем спасибо всем министерствам, кто выделил туда сотрудников, всем людям, которые принимали участие в этом мероприятии. Там большое количество, там 170 мешков было унесено, мусора. Печально, что все это человек оставляет за собой. Да, это самое главное, потому что ООПТ – это наш, собственно говоря, памятник природы, жемчужина. И так мусорить и гадить на такой территории красиво, мне кажется, это даже как преступление. Там годами уже все это было, но хочу сказать, что мы данный очаг ликвидировали. Хочу также сказать, что у нас в настоящий момент начинается летний период, трехмесячник уборки в лесных участках, у нас проблематика здесь заключается в том, что некоторые нерадивые, скажем так, перевозчики, либо мусора, либо граждане, которые делают там что-то, ремонт, которые не везут на полигон, либо не везут на контейнерную площадку. Строительные материалы. Да, как правило, да, и они везут в ближнежащий лесочек и туда складируют. Поймать проблематично, но хочу сказать то, что у нас сейчас налажено хорошее взаимодействие с сотрудниками полиции, протоколы составляются, и мы привлекаем. Ну, вот в этих рамках это трехмесячник, то есть сотрудники министерства вместе с арендаторами лесов и также с охотой угодья будут проводить также субботники. Естественно, всех датах и мероприятиях будет у нас на сайте, всех неравнодушных, можете принимать участие, перчатки выделим. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тема дня» мы обсуждали ход реализации национального проекта экологии на территории Ульяновской области. Спасибо за внимание, всего доброго. Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа «Тема дня». И сегодня будем говорить о безопасности на воде в летний сезон. По этому случаю у нас сегодня в студии Сергей Васильевич Заболотный, главный государственный инспектор по маломерным судам. Но добавлю, что это ведомство еще и контролирует места купания, оборудованные на территории Ульяновской области. Так, Сергей Васильевич? Да, все правильно. Государственная инспекция по маломерным судам, помимо того, что занимается безопасностью маломерных судов, а также занимается безопасностью людей на водных объектах Ульяновской области. То есть осуществляет контроль, контроль пляжей, контроль мест массового отдыха на воде, ну и вообще купающихся и находящихся в воде. Как правило, с 1 июня, с начала лета начинается купальный сезон, но вы, насколько я понимаю, готовитесь к этому мероприятию заранее. Что это в себя включает? Ну, купальный сезон условно начинается, да, с 1 июня, но подготовка к нему идет, в общем-то, весь год. То есть инспектора ГИМС проводят занятия в школах, даже в детских садах, ходят в рейды и патрулирования вдоль водоемов. Это, наверное, профилактические мероприятия, да? Да, это профилактические мероприятия. То есть рассказывая, в общем-то, элементарные правила безопасности при нахождении как на воде, так и вблизи водного объекта. Это такие базовые и самые простые правила. Что еще? Также при патрулировании водных объектов, а также при патрулировании береговой черты, инспектора ГИМС раздают памятки о том, как вести себя, памятки на воде, памятки о том, как оказать первую помощь пострадавшему на воде и проводят разъяснительные беседы, так сказать, в ходе своего патрулирования. Если у вас есть обязанности, которые вы должны выполнить, так же, как и у спасателей, то наверняка и для гражданина предусматривает ответственность за то, что он нарушает правила. Да, естественно. Согласно Кодексу административных правонарушений Ульяновской области у нас существует ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Это статья 4.5. Которая предусматривает административный штраф на первый раз от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении от 3000 до 5000 рублей. Накладывается данный штраф на гражданина. Ну, штраф это не самое страшное, это просто административные воздействия. А все-таки нужно помнить о том, что если человек не соблюдает правила, то он рискует собственной жизнью. И, насколько я знаю, уже ряд несчастных случаев у нас имеется на территории региона. Так? Да, на территории Ульяновской области уже в этом году у нас произошло два случая с летальным исходом. Причем один из них ребенок, 17-летний. По мирам безопасности на воде. В общем-то все должны понимать, что миры безопасности на воде, они самые элементарные, самые простые. Первое. Купаться можно только в отведенных для этого местах. То есть на оборудованные пляжи, где есть спасатели, где есть медпункт, где есть средства спасения, те же самые конец Александрова, спасательные круги, где за вами смотрят, за вами смотрят и всегда придут на помощь. Потому что надо понимать, что вода, она по умолчанию, это опасная среда. Опасная среда. И с человеком, который находится в воде, может случиться все, что угодно. И если это какое-то необорудованное место, какой-то, не знаю, заводь, в который там все всегда купались, ничего не было, в этот раз это может произойти в любой момент. И никто на помощь не придет рядом. На оборудованных местах есть люди специально для этого, которые смотрят, которые придут на помощь, которые сообщат, которые вам помогут. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, что это была программа «Тема дня». И мы сегодня говорили о предстоящем купальном сезоне, о том, что на воде нужно обязательно быть очень внимательным. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!